В наших программах мы рассказываем о простых людях, которые оказались в таких ситуациях, когда надежда лишь на силу и справедливость закона. Мы узнали подробности некоторых историй и готовы ими с вами поделиться. Меня зовут Мария Зеброва и это программа на защите прав. Что нам стоит дом построить? Да еще и у самого берега моря. В погоне за привлекательным местом и хорошей прибылью застройщики многоквартирных домов в буквальном смысле идут по головам тех, кто мешает им осуществить задуманное. И здесь уже ни закон, ни человеческая судьба, ни преграда. Герои нашей сегодняшней программы пытались противостоять мошенничеству и беззаконии. В итоге лишились крышных головой. Но зло не остается безнаказанным. Роскошный строительный проект рухнул, как замок из песка. А бизнесмены остались у разбитого корыта. Мы здесь снимаем квартиру. Уже 6 лет будет 1 сентября. Оплачиваем мы 20 тысяч в месяц. Это без коммунальных услуг. Кто живет здесь? Вы? Кто еще? Проживает я, моя мама-пенсионерка, плюс моя сестра и ее дочь. Раньше сын жил, но сын уехал полтора года как в Москву, потому что зарабатывать здесь тяжело, чтобы еще и нам помогать и себе. Вы работаете? Перебиваемся, где можем. Официальной работы нет, потому что прописка у меня временная регистрация. То есть я не могу найти хорошую работу, и по профессии в том числе, потому что у меня только временная регистрация. То есть где-то я шью шторы, беру заказы, где-то я делаю брови, беру заказы. Ну, мама тоже на все подработки мира ходит. Вот так вот. Сестра осталась вообще и без работы сейчас. Ну, тут и пандемия помогла, да. То есть вот так вот и перебиваемся. А племяннице сейчас 16 лет, вот мы закончили 9 класс. Маленькая съемная хрущевка в центре Адлера – единственное пристанище большой семьи Галичевых. Но даже здесь Наталья умудрилась вместить и импровизированный швейный цех, и небольшой огородик. Изделия шьет на заказ, огурцы и помидоры выращивая для своей семьи. Родилась Наталья в Сибири. В 80-х вместе с родителями переехала на юг. Тогда от производственной базы, где работал ее отец, выделили небольшое помещение в Адлере у самого берега Черного моря. Галина, мать Натальи, превратила это строение в уютный жилой дом и оформила на него право собственности. Прожили мы здесь полжизни. В 91-м году мы были раньше прописаны по хвосте возле туннеля, ручей видный. В связи с реорганизацией, некоторые помещения, где проживали рабочие со своими семьями, они были переделаны, перестроены под свои нужды организации. Нас переселили сюда. Есть на то документы. Наш дом был где-то около 190 квадратных метров. Он стоял параллельно вот этой опорной стеночке. Получается, дом барачного типа, да, был? Да, там у нас было три квартиры. Сейчас о прошлой жизни Галина вспоминает со слезами на глазах. Несколько лет назад этот участок приглянулся крупному бизнесмену. На выкупленной земле было решено построить три высотки с элитными квартирами и многоуровневой подземной парковкой. Но мешал дом Галины. Женщина понимала, рано или поздно его снесут. Один из застройщиков предложил решение. Предложил жилье, однокомнатную квартиру. Я говорю, ну вы представляете, насколько здесь людей, как мы сможем в однокомнатной квартире. Он говорит, ну может быть две там. Я говорю, даже и на две. У меня две дочери, двое внуков, там разнополые есть. Я, наверное, сегодня пойду в одну квартиру на коврике посплю, да, а завтра в другую. Вот, то есть как-то, ну давайте решать. Оно не говорилось, где и что. Просто разговор был о том, что предоставим. Поговорили, я ему еще сказала, что как бы вот старшей дочери Натальи с сыном, ну квартиру бы можно было. А с младшей мы могли бы домик где-то в черте города, но недалеко, в принципе, небольшой участок. И мы достаточно, мы тогда все вместе, и три не надо будет. Он еще даже вроде как заинтересовался так, но это был последний визит, и больше он не пришел. Начались строительные работы. Техника стремительно приближалась к дому Галины. Угрожающий звук экскаваторов стихал только ночью. Семья запаниковала, нужно было срочно убегать из дома, пока на кого-нибудь не обрушился потолок или стена. Когда наш дом снесли уже, за сутки, просто за сутки мы выносили вещи, зять спину сорвал. Нам еще что повезло, что трактор этот сломался, да, потому что на видео видно, что у нас есть такое видео, что тут долбят экскаватором, а там мы еще вещи носим. Нам некуда было идти, у нас было единственное жилье здесь, и у нас здесь ни родственников, никому, некуда было податься. Потом нам в этом доме на первом этаже знакомые предоставили жилье без оплаты, попользоваться до 1 мая. Вот мы здесь пожили, за коммуналку оплачивали, потом нашли в чейсовхозе гаражи. И вот с этого момента, ну вот мы потом к сентябрю переехали поближе к школе, к 25-й. Пока Галичевы скитались, стройка не останавливалась ни на день. Вскоре у берега моря выросли три высотки. Желающих купить здесь квартиры было хоть отбавляй. Жители разных регионов страны выкупали жилье еще на стадии строительства домов. Тогда никто из них даже не подозревал, чем им обернется новая собственность. Некоторые приобретали по две, по три квартиры, кто-то по одной квартире, у кого-то были большие семьи, то есть они приобретали для детей, для родителей и так далее. Кто-то даже по пять квартир приобретал, некоторые по одной квартире. Объекты, естественно, строились самовольно, то есть в отсутствие разрешительной документации на те параметры, которым объекты фактически в итоге и соответствовали. И, как я понимаю, планировалось легализовать эти объекты в судебном порядке, что впоследствии застройщики осуществляли. Большинство граждан как раз квартиры приобретали в тот период, примерно с 16-го, с 15-го по 18-й год, когда объекты находились в стадии строительства и была вот эта чехарда с документами, то есть то признавалось право, то отменялись решения, потом опять подтверждалось признание права. То есть граждане, естественно, в тот момент достаточно точно не могли понять все-таки статус объектов, являются ли они самовольными или являются они правомерными. В 2018 году застройщикам удалось подключить высотки к коммуникациям. Некоторые владельцы готовы были вот-вот заселиться в свои новые квартиры. Однако этому проекту долго существовать не было суждено. Изначально участок земли в прибрежной зоне принадлежал Российской Федерации. Затем его передали в собственность муниципалитета. Договориться с местной властью застройщикам оказалось куда проще. В итоге вместо разрешенных законом 1 и 2-этажных домов на берегу моря выросли 3 14-этажных высотки. Объектами заинтересовалась прокуратура. После многочисленных проверок и разбирательств суд постановил снести самострой. Застройщикам грозит уголовная ответственность. На какой стадии сейчас находится дело относительно застройщиков на Белорусской 1 и удовлетворены ли требования, которые выдвигала Краевая прокуратура. 7 июля 2020 года вынесен обвинительный приговор в отношении Берамович-Нумана. Вместе с тем наказание назначено минимально возможное. Это 2 года 2 месяца лишения свободы. С данным приговором также не согласна была и прокуратура Краснодарского края. Так как в прениях государственное обвинение попросило назначить наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы, изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу и взять под стражу в зале суда. Поэтому мы на сегодняшний день считаем, что данный приговор является чрезмерно мягким и также нами обжалован он был в Краснодарский краевой суд. Если говорить об ущербе, который был нанесен гражданам, сколько это миллионов, если говорить о количестве квартир, сколько это квартир и сколько потерпевших проходит по делу? По делу проходит 78 потерпевших. Общий размер ущерба, который был установлен, это более 370 миллионов рублей. Необходимо отметить, что на сегодняшний день как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия Берамович-Нуманам данный ущерб полностью возмещен. То есть получается все люди, которые вложили деньги в эти квартиры, они эти деньги получили обратно? Да, они полностью получили денежные средства. Возмещение ущерба происходило двумя путями. Либо перечислялись денежные средства на счета потерпевших, затраченные на приобретение данных квартир, либо им предоставлялось иное жилье также на территории Краснодарского края, Черноморского побережья. В Краснодарском крае очень обширная практика самовольной застройки именно Черноморского побережья. Максимально что может грозить застройщикам, которые все-таки ввязались в эту авантюру и возвели незаконное жилье? В основном действия застройщиков квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Данная статья относится законодателям к категории тяжких преступлений. Максимальный срок наказания предусмотрен до 10 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии общего режима. Вместе с тем, в случае совершения ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, данный срок наказания может доходить и до 15 по совокупности преступлений. Надо отдать должное, конечно, органам прокуратуры и администрации города с учетом того, что без относительного этого дома, но можно и о нем говорить, что на сегодняшний день они упорядочивали эти правоотношения в городе. То есть, если раньше это был какого-то своего рода хаос, то есть многие застройщики, так называемые, легализовывали объекты в судебном порядке, искали какие-то схемы, которые позволяли обойти закон, то на сегодняшний день эта деятельность уже более или менее в законном русле находится. И вот так, как раньше, как это происходило в нулевые, когда здесь массово строили эти дома, они как грибы росли и потом через определенные схемы их узыканивали, то сегодня этого нет. То есть, уже застройщик 10 раз подумает, прежде чем идти строить какой-то многоквартирный дом. Наследство, которое и осталось от красивого самостроя, в первую очередь печалит местных жителей. Где был любимый пляж, теперь кладбище обломков бетона и кирпичей. Вместо зеленого прибрежного участка торчащая арматура. Окна, откуда всегда было видно море, упираются в высокий забор. Это вообще экологический вандализм, преступление. На пляже строить такие вот это. Вот на данный момент, лично нас, закрытых вот этим забором, когда нас от пыли прикрыли строительные, чтобы прозрачную часть этого забора и снесли. Наша просьба такая. Потому что 3 метра от окна, вот это 4-метровое сооружение стоит. Мы хотим комнату проветрить, хотим солнечный свет, чтобы к нам проникли. Ультрафиолетовые лучи. Дети слепнут, уроки делают. В комнатах же полумрак. Сейчас решается вопрос о возвращении этого участка в федеральную собственность. Быть может, тогда наши герои Галичевы смогут добиться компенсации за свой снесенный дом. Дело контролирует прокуратура. Ну а если вы столкнулись с проблемой, которую не в силах решить самостоятельно, обращайтесь в правоохранительные органы. Это была программа на защите прав. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин